приветствую вас на канале family time на кухне и сегодня мы будем готовить медовые пирожные это будут не такие тонкие коржи как в медовике они будут более хрустящими и рассыпчатыми а также крем у нас будет шоколадной сгущенкой также для тех кто не любит когда хрустяще вы можете пропитать их водой с сахаром и они будут таять у вас во рту а такой подачи гости всегда в восторге так можно делать не только пирожные но и сам медовик такой интересной подачи рецепт классического медовика я оставлю внизу со сметанным кремом обязательно попробуйте он также красив и очень вкусный и так нам понадобится 3 яйца перемешаем их мы их только венчиком кастрюльку с толстым дном добавляем сливочное масло 120 грамм также сахар 90 грамм меда тоже 120 грамм и отправляем на медленный огонь чтобы наша масса стала однородной теперь мы будем добавлять маленькими порциями наши яйца и оставляем на огне еще буквально пару минут добавляю щепотку соли а также одну чайную ложку соды наше масло немножко увеличится и начнет шипеть это нормально снимаем с огня и осталось добавить только муку муки я использую 600 грамм если вы хотите делать классический медовик в такой подачи то там другая пропорция там мы используем 520 грамм муки тогда наше тесто будет более нежным и не таким рассыпчатым тесто поделила на три части и выпекаю листами теперь вырезаем любого диаметра круги и и и Субтитры сделал DimaTorzok Для сотки нам понадобится грамм 100 белого шоколада Его нужно нагреть на водяной бане на среднем огне На пупырчатую пленку наносим наш шоколад и отправляем в холодильник до застывания Для крема я использую 400 мл взбитых сливок и одну банку кофейной сгущенки Каждый кусочек промазываем кремом и выкладываем в следующий ряд Я делала из 4 кусочков Такие коржи остаются хрустящими Если вы хотите более мягкие коржи, то на этом этапе смазывайте корж теплой водой с сахаром Тогда они будут более мягкими И будут более нежными С шоколада пленку довольно просто снять Также из этого шоколада мы вырежем соты Попытаемся вырезать круглые Конечно шоколад немного ломается и где-то он будет неровным Но это ничего страшного Остатки коржей я измельчила и посыпаю ими наши края Наши бочонки с медом почти готовы Осталось только обычный жидкий мед налить в наши соты Так просто, быстро и очень красиво А главное очень вкусно получились наши медовые бочонки Экспериментируйте, пробуйте Также у нас есть рецепт классического медовика Ссылку я оставлю в описании Можете делать его в таком же формате А мы желаем вам приятного аппетита Подписывайтесь на наш канал Оставайтесь там Ставьте лайки И пишите ваши пожелания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok